Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Очень хороший день, воскресенье, поэтому предлагаю прямо сейчас, пока идет этот ролик, загрузите, попросите плеядеанских эмиссаров света разместить межпространственный конус света и попросите Христа, Софию, Марию, Магдалину наполнить ваше сердце любовью и попросите заземление и свое Высшее Я участвовать в этом сеансе. Сюда же мы можем привлечь кристалл, объединяющий любви, и у нас получится с вами очень мощная коллективная внутренняя трансформация. А заодно послушаем нумерологический прогноз на 2023 год от Розы Д. Читает Лора. 2022 год был годом шестеркой. А это значит, все было связано с построением новых отношений и укреплением людей, которые уже есть в вашей жизни. Но 2023 составляет семерку, и энергия вместо этого просит нас заглянуть внутрь. Теперь, когда мы выросли в тендеме с другими, нам нужно сделать шаг назад и посмотреть, как мы сами изменились в ответ на запрос о росте в 2022 году. Чем мы отличаемся друг от друга? Как изменилось наше мировоззрение? Можно с уверенностью сказать, что многие из нас испытали внутренние сдвиги по мере того, как мир приспосабливался к новым аномалиям. И сейчас самое время прояснить эти изменения. Как бы вы ни думали, что знаете себя, возможно, вы изменились так, как даже не осознавали. Иногда, чтобы обработать изменения, мы должны столкнуться с ними напрямую. И это то, чему посвящен этот год. У нас есть коллективная возможность примириться с самим собой и лучше понять, как мы развивались, пока просто жили своей жизнью. Новые мы медленно формировались, когда мы даже не осознавали этого. Теперь пришло время полностью интегрировать это существование и идти вперед с более сильным чувством осознанности. Этот процесс не пройдет в одночасье, но это нормально. Энергия семерки не из тех, кого нужно торопить. Двигайтесь медленно, погружая пальцы ног в воду, чтобы прощупать почву с каждым шагом, пока вы полностью не погрузитесь в это новое море возможностей. Цели на 2023 год. Сделайте уход за собой приоритетом. Пришло время позаботиться о себе, уделяя время и заботу, в которых вы, возможно, раньше себе отказывали. Мы живем в странном мире. И независимо от обстоятельств, может быть трудно постоянно продвигаться вперед. Это год, чтобы убедиться, что вы не перегораете, сохраняете свои духовные и эмоциональные резервы в безопасности, обретите большую ясность. В 2023 году у вас будет много моментов эврики, когда вы начнете лучше понимать себя и почему вы так себя ведете. Сосредоточьтесь на том, чтобы добраться до сути вещей и изучить, как эти основные проблемы повлияли на вашу жизнь до сих пор. Пришло время подчеркнуть ваши сильные стороны и отсеять ваши слабости. Созерцайте единство. В этом году очень важно наладить связь между собой и миром природы. Можно многое получить, подключившись к энергии, которая пронизывает все виды жизни и увидев, как мы все связаны друг с другом. Ни один человек не является островом, и нам пора осознать это больше, чем когда-либо. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Интуиция – главная тема седьмого года и научиться доверять себе на более инстинктивном уровне большая часть этого. Возьмите за правило чаще прислушиваться к своей интуиции. И если вам трудно прислушаться к ней, тогда сосредоточьтесь на том, чтобы больше соприкасаться со своими инстинктами. Они знают, что правильно для вас. Ваш личный номер года в 2023 году. В то время как универсальный год-семерка повлияет на всех в течение 2023 года, влияние, которое вы почувствуете самым непосредственным образом, исходит от вашего личного номера года. Вычислить ваш личный номер года очень просто. Просто посмотрите на дату вашего рождения в 2023 году, а затем сложите каждую цифру вместе. Если в итоге вы получите двухзначное число в качестве суммы, складывайте и эти цифры вместе, пока не получите однозначную цифру. Маленькое дополнение. Дорогие друзья, если у вас еще продолжается работа в камере эмоционального исцеления, то вы продолжайте отдыхать до тех пор, пока не почувствуете, что работа завершается. Ориентировочно 30-40 минут, у кого-то час. Кто эту камеру делает часто, у того меньше времени потребуется для этого, может быть, минут 20-30. Камера замечательная, успокаивает, освобождает от каких-то залипаний. Очень приятно и гармонично в ней находиться. И, учитывая, что следующий год будет семерка, то советую всем применять после Нового года сразу камеру эмоционального исцеления. Почаще. Субтитры создавал DimaTorzok